Как на атомной станции вырабатывается энергия? По каким направлениям распределяется и кто ей управляет? На эти и многие другие вопросы получили ответы работники культуры и образования, члены Молодёжного совета Десногорска и учащиеся колледжа. На полномасштабном тренажёре блочного счета управления их ждали теория, практическая демонстрация работы и интересные факты о функционировании электростанции. Мы теоретически можем сказать, что у нас ветка идёт на Калугу, а электроэнергия оттуда поступает в энергосистему Московской области. Даже кто-то говорил, что мы можем сказать, что метро работает от нашей электроэнергии. Ну, теоретически, потому что ветка туда идёт. Близость города к атомной станции вызывает у десногорцев живой интерес к ядерной установке и процессу производства энергии. Благодаря подобным экскурсиям этот интерес успешно удовлетворяется. Для многих студентов такие мероприятия к тому же возможность познакомиться с инновациями энергетического комплекса и сделать выбор будущей профессии. Вопросы, которые волновали меня в последневной жизни, я, в принципе, задал. Те вопросы, которые возникли, тоже мне на них вполне адекватно и конкретно ответили. Если оно вот так вот и правда всё на станции, прям точь-в-точь, это очень интересно, занимательно. Акция «Наука. Рядом» входила в план мероприятий «Года науки и технологий». Множественные экскурсии и научно-популярные лекции прошли 11 и 12 мая по всей России. Их цель познакомить широкую аудиторию с важными научными разработками и открытиями.